13 апреля в выпуске НИНОВОСТЕЙ было рассказано о том, что многострадальная экранизация романа Стивена Кинга «Тёмная башня» наконец-то приобрела надежду на лучшее. На тот момент картину под крыло взяла компания Sony, но режиссёра ещё не было. И вот хорошая новость – режиссёр найден. Им стал датчанин Николай Арсель, который известен нам по картине «Девушка с татуировкой дракона». Будем надеяться, что картина увидит свет и нас ждёт не только хорошие книги, но и хорошее кино. Привет! Я не Елена Рассохина, она сейчас на ВИД-фесте, а потому о событиях последних дней вам буду рассказывать я. В Казахстане парень решил сдать госэкзамен за свою девушку, предварительно переодевшись в женскую форму. Парня задержали ещё на входе. Какой-то доброжелатель сделал фото на мобильный телефон и выложил его на Facebook, откуда фотография и разошлась по интернету. Сам парень окончил школу для одарённых детей и, по идее, должен быть человеком неглупым, хотя последние его действия достаточно противоречивые. Кстати говоря, они могут вылиться ему в штраф в 400 тысяч казахских тенге. Девушку же за подобную выходку отстранили от сдачи госэкзамена и теперь у неё будет второй шанс только через год. Я довольно слабо понимаю, как подобная идея вообще могла прийти в голову этой парочке, но я считаю, что девушку отстранили за дело. Нельзя допускать к экзамену человека, который не смог понять, что это не сработает. Новости физики. СЕРН запускает большой адронный коллайдер в надежде найти тёмную материю. Для справки, тёмная материя – это особый вид материи, которая пока что существует только в теории, но даже в этой теории она должна составлять около 26% массы нашей Вселенной. Интересный факт. Когда проводили эксперимент по обнаружению бозона Хиггса, газеты писали, что мы все умрём. Для сравнения, для обнаружения тёмной материи, мощность Большого Дродного Коллайдера повысили практически вдвое. Как по мне, мы живём в эпоху Великих Открытий и было бы действительно круто, если бы учёные наконец-то разобрались, как же устроена наша Вселенная и ответили на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. В далёком 1997 году мир увидел первую часть Fallout, потом на следующий год вышла вторая и игра канула в небытие на десяток лет. За разработку третьей части взялась студия, известная нам по серии игр Elder Scrolls. Несмотря на то, что третий Fallout претерпел множество изменений, игра пришлась по душе миллионам фанатов и вскоре стала культовой. И вот 3 июня на сайте студии выложили официальный тизер четвёртого Fallout. Информации по игре достаточно мало, геймплейного видео в тизере нету, зато, возможно, нам расскажут о том, как же началась война. Любители первоклассной графики, скорее всего, будут разочарованы. Но, во-первых, это всего лишь тизер. А во-вторых, эта игра никогда не имела вылизанной картинки. Зато имела сюжет и отличную атмосферу. Если вы фанат хороших игр, и серии Fallout в частности, и ещё не видели этот тизер, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. А коммент дня к прошлому выпуску написал Виктор Шестаков. У Minecraft есть соперник в лице КП для онлайн. Это тебе не какие-то лего. Ну вот и всё. Подписывайтесь на канал Елены Рассохиной и подписывайтесь на мой канал. У меня там самоделки, опыты. Также я планирую выпустить серию видео по обучению радиотехнике. Спасибо за внимание. До скорого.